Всем привет! Сегодня у нас Nissan Murano и ошибка вариаторной коробки 1778. Значит, вообще история этой машины длинная, но сейчас мы остановимся только на этой ошибке. И поговорим о наших двух основных версиях, откуда эта ошибка возникает. Версия номер один. Сгорел, значит, либо недорабатывает транзистор, управляющий шаговым двигателем. 1778 это ошибка степ-мотора. Степ-мотор по-русски шаговый двигатель. Он состоит из четырех катушек. Позже на видео я добавлю. И вот два разъема, которыми подключается коробка, значит, блок управления коробкой. Вот. И да, две наших основных версии. Первая версия не работает как должен транзистор управляющий, который находится в блоке управления, который у нас вот здесь. Вот он, блок управления в разобранной ряде. Вот. И, скорее всего, управляющий транзистор, либо вот этот, пока не разбирались еще пока, либо один из вот этих. Ну, это пока, либо вот эти два. Каждая отвечает за две катушки. То есть, управление шаговым двигателем у нас осуществляется компьютером посредством подачи команд на транзисторы. Вот эти два, которые усиливают, плохо видно, усиливают напряжение. И, соответственно, уже на шаговый двигатель подается напряжение 12 вольт и управляет этим шаговым двигателем импульсно. Теперь наша, это наша первая пока основная версия. Что мы сделаем? Транзисторы на внешний вид не сгоревшие. Дорожек отгоревших нет, транзисторы не вспухшие. И мы хотим проверить в цепи на ходу автомобиля, выходит ли с этих транзисторов должное напряжение. Оно должно быть импульсного вида. Можно это сделать посредством подключения осциллографа на каждый из четырех выводов, потому что именно четырьмя выводами управляется шаговый двигатель. Всего в нем шесть, я объясню. Два из них – это масса на шаговом двигателе. Шесть выводов. Да, шесть выводов. И четыре вывода – это управление. Вот мы и подключим сейчас параллельно, получается, управляющим выводом с блока управления двигателя. Четыре лампочки низковатные, чтобы от нагрузки, не дай бог, у нас эти транзисторы не сгорели. Вот я пойдемте покажу. Здесь же у нас… Вот это два разъема, в которые подключается блок управления коробкой передач, CVT, Nissan. Вот. Те четыре управляющих провода, о которых я говорил, они находятся вот здесь, поближе. Пожалуйста. Я все ближе. Вот. Вот раз, два, три и четыре. На схеме я представлю, как все это выглядит. Ну, то есть тут два разъема, один белый, один серый. Я думаю, на всех Nissan, даже в мануалах про это написано, что один белый, один серый должен быть. Как два веселых гуся. А вот у нас шаговый двигатель. Шаговый двигатель, который как раз и осуществляет переключение передачи. Вот здесь можно будет видеть, что здесь шесть выводов. Не знаю, видно или не видно. Не видно. Шесть выводов. Как я уже объяснял, два из них выходят на массу и четыре управляющих. То есть здесь четыре катушки. Теперь вниз покажем. Все, поехали. Вот это у нас коробка. Вид снизу. Доступ к шаговому двигателю. Без снятия коробки не сложен. Снимаем поддон. И вот у нас сразу гидроблок. Называется в народе, где находятся все управляющие элементы двигателя. И шаговый двигатель у нас крепится вот сюда. Зампобель. Вот сюда. Вот это его. Вот два болта. Вот эти два болта. Он сюда закручивается. Одевается он. Вот это коромысло он регулирует. Вот оно. Вот оно, это коромысло, которое он двигает. Посредством чего переключает. Поршень. Да, передачи. Он передвигает поршень. Там масло, давление масла направляет на конус. Конус сжимается, скорость переключается. Все просто. Коробка CVT очень проста. По сравнению даже с автоматом. Вот. Вот такие четыре лампочки мы приобрели. Они 4-х ваттные. Их мощность недостаточно велика, чтобы дать бешенную нагрузку на те транзисторы, которые я показывал раньше. И они не должны сгореть, даже если мы параллельно их подключим. Вот. Ну, я собираюсь что сделать. Взял алюминиевую банку от пива. Ее разрезали, сложили пополам обратной стороной. И вот сюда вот я сейчас размещу 4 лампочки. Это будет у нас сразу как масса выполнять роль. То есть, они будут вот так вставлены. С этой стороны припаяю каждое по проводу. Я ее вот так вот закрепил. То есть, здесь пробил гвоздем. С обратной стороны завернул, чтобы ни болтики, ничего, ни заклепки не тратить. Все. Мы закончили, собрали. Вставили 4 лампочки. Смотрите. Вот они все сразу в алюминиевой пластине. Масса. Да, это масса. С этой стороны каждый припаян провод к цоколю. Каждый провод прикручен на один из тех 4 выводов, которые я показывал. Они здесь прикручены непосредственно к проводам. К 4 проводам, которые выходят из блока управления. Вот они, эти 4 провода. Сейчас я даже цвета назову. Это оранжевый, красный, зелено-красный и красно-зеленый. Когда я говорю зелено-красный, это значит, основной цвет зеленый и с красной полоски. Ну и так далее. Вот. Все они прикручены. Теперь что делаем? Проверяем, чтобы здесь ничего нигде не замыкало. Смотрим. Включаем зажигание. Загорелись 2 лампы. Соответственно, 2 катушки сейчас были под напряжением. Из 4? Из 4, да. Когда я первый раз включал зажигание, у меня горели почему-то 2 вот этих лампочки. А в этот раз загорелось 2 вот этих лампочки. Ну, я не знаю. Пока надо завести естественную машину. У нас там крышка сейчас снята. Дальше. Что происходит при включении зажигания? Степ-мотор что делает? Гудит? Да, и клапана соленоиды щелкают. Ну, вот он гудит. Как раз вот 2 обмоточки задействует. Ну, смотри, а то сейчас это замкнет. Так, вот у нас все подключилось. Работает, сейчас говорят, 2 лампочки дальние. Сейчас мы пока двигаемся очень медленно. Итак, вот проверка началась. Очень плохо видно, но когда будет мигать, все будет видно хорошо. На ходу. На ходу. Вот у нас положение шагового двигателя. Сейчас показывают 19. Сейчас поедем. 19 степ-мотор. И вот мы троганулись. И чтоб не это. Другие загорели. Другие лампочки загорелись, те потухли. Другие загорелись. Другие загорелись. Вот они перемигнулись. Вот они маленько. Ну, газони. Вот, когда газуешь, они начинают резко переключать все. Все мигает, все работает. Значит, та версия, о которой мы говорили, исключается. Якобы не работает, как я из катушек. Степ-мотор, положение изменилось. 19 стало. Ну и лампочки опять же. Поддерживаю одну руку, чтобы здесь. Ничего не замкнуло. В принципе, оно и не замкнет. Некуда замыкать. На масло оно и так. Может быть, и должно. Продолжение следует.